добрый день сегодня у нас нестандартная головоломка от компании мою серия mei long называется clover cube откроем и посмотрим головоломка в цветном пластике на коробке изображена версия только цветом пластики черные вроде бы нет название как такового здесь не видно код товара mf8881 ну и все и когда я впервые увидел анонс данной головоломки мне показалось что наконец-то компания мою выпустила что-то кловероподобное вернее из семейства коптеров соответственно я ожидал чего-то такого это курви коптер плюс 3 на 3 от компании mf8 особенность в чем вращается как 3 на 3 и вращается как коптер ну и учитывая что название кловер то есть нет углов я ожидал что вращение будет какой-то подобное вот есть кловер два на два то есть вращается как два на два и вращается как знак ловер чего-то такого я ждал но чуть позже появилась информация о том как он вращается и стало понятно что никаких кловеров вращений здесь не будет то есть вращается как 3 на 3 можно делать пиф-пафы 1 2 3 4 5 6 и ну трешка обычная но вот этих вот кловеров вращений здесь не будет соответственно интерес головоломки совершенно угас но она стоит достаточно дешево я все равно и заказал вместе с каким-то другими то есть размер ну пока в обычной трешки примерно матовая пластика куме и лонгов кубиков 3 на 3 все здесь как обычно такой вот кубик давайте перемешаем до соберем соответственно я уже понял что это обычная трешка и просто ждал когда приедет особо на него внимание не обращал но уже когда приехала я обратил внимание на все-таки одно отличие от трешки здесь нет центров присмотритесь вместо центра здесь просто отверстие и это делает этот кубик хоть чуть-чуть интересным то есть по сути это получился войд куб версия от 1 1 выглядит вот так то есть кубик 3 на 3 которого нет центров но изначально это делалось действительно отсутствие центров понятно что можно у кубика какого-нибудь обычного черного снять крышечки и как бы центра все равно нет для этого не надо делать кубик и без крестовины со сложной конструкцией ну и здесь эта идея и реализована получается что это void club который просто неудобно крутить и который неплохо выглядит давайте соберем что ж теперь понятно что вот это ребро а вот такой вот из трех лепестков состоящий это уголок центров нет то есть всего два типа элементов очевидно что раз это void куб то здесь будет уводит паритет ну посмотрим выпадет не выпадет начинать можно с любой стороны абсолютно неважно и здесь понятное дело нужно следить за расположением цветов зеленый оранжевый дальше красный и это тут проверяем белый зеленый оранжевый синий красный дальше собираем пары очень неудобно собирать из-за вот этих ребер которые достаточно острые и за них постоянно цепляешься соберем все равно первая пара дальше синий оранжевый постоянно постоянно за них вот пытаешься уголок ствинуть но хватаешься за вот этот элемент неудобно так что у нас тут синий оранжевый кто-то там на скорость все это дело собирает в этом не особо я в этом особого смысла не вижу так остается у нас один элемент и что это кто это допустим что а это по всей видимости тест блоком да это действительно она и была левая лямбда да не совсем но у нас паритет то есть такой паритет возможен на кубики 4 на 4 но невозможно на кубики 3 на 3 единственная возможность создать такой паритет на кубики 3 на 3 это не обращать внимание на расположение центров соответственно если вы из кубика 3 на 3 поснимали центры и потом поставили их не в том положении хоть и друг относительно друга правильно то может такое возникнуть и тут надо центр менять местами но здесь поскольку центров нет можно просто выполнить алгоритм для войд паритета покажу его на каком-нибудь обычном 3 на 3 то есть если наверху вот паритет можно перевернуть кубик не сделать 7 пиф-пафов с перехватом игрек сделаем пиф-паф и перехват до тех пор пока кубик ну не соберется обратно и видим что у нас происходит смещение центров вместе с ребрами зеленые перешли сюда красные сюда синие сюда и оранжевые сюда то есть по часовой стрелке ребра вместе центрами естественно если мы прокрутим еще раз где 7 пиф-пафов с перехватом у нас еще раз перестают с центры ну и получится уже какой-то стандартный пилов случай ну чтобы применить здесь перехватываем вниз и делаем 7 пиф-пафов 1 пиф-паф перехват 2 3 4 5 6 7 и что видим мы видим что у нас нас получился стандартный пилов который легко решается алгоритм метода фридрих невозможно сделаю обучалку на этот кубик ну не скоро буду посвободнее а так если вы знакомы с тем что такое войд куб то здесь кроме этого ничего интересного это просто неудобная трешки без центров коллекционная вещь благо дешевая то есть вы не потратитесь и не разочаруетесь это никакой не кловер куб хоть он так и называется обычный войд куб который по форме напоминает кловер но ничего здесь интересного нет а на этом все всем спасибо всем пока